Всем привет! Хотите стать героем всех местных газет и мировых изданий? Иногда это можно сделать даже не покидая пределов своего дома. Немало тайн и сюрпризов зачастую скрывается на территории, прилегающей к дому. Скапывание грядок в огороде или земли на заднем дворе может сделать вас обладателем уникальной находки, достойной занять место в музее. И это 5 необычных находок, обнаруженных на заднем дворе. Поехали! В 2013 году супружеская пара приобрели дом в Лос-Анджелесе, на заднем дворе которого находилось противорадиационное убежище, построенное в 60-х годах 20 века. Они думали, что от убежища по прошествии 50 с лишним лет ничего уже не осталось, кроме углубления в земле. Но как оказалось, они ошибались. Убежище, построенное в 1961 году инженером по ядерной технике Альвином Кауфманом, сохранилось в идеальном состоянии. Запасы, которые находились в убежище, оказались абсолютно нетронутыми и включали в себя алюминиевую фольгу, бумажные салфетки, снотворное, различные консервы и банки с кофе. Помимо всего прочего, пара также обнаружила огромное количество книг и журналов. Видимо, Кауфман планировал отгонять скуку чтением в случае, если ему пришлось провести в убежище не один день. Житель деревни Эль-Харанейя, который находится неподалеку от платы Гиза, перекапывал свой двор и нашел загадочный тоннель. Оказалось, что потайной коридор, начинавшийся на глубине 10 метров под его домом, ведет в самую большую и древнюю из трех пирамид Гизы – Великую пирамиду Хуфу. Археологи из Министерства древности Египта подтвердили, что выложенный камнем тоннель на заднем дворе крестьянского дома действительно является легендарным проходом внутрь пирамиды, которой ученые искали несколько десятков лет. Впервые этот тоннель был упомянут древнегреческим историком Геродотом, который посещал Египет в V веке до н.э. Эта находка может стать сенсационным открытием. Теперь археологи смогут определить местонахождение затерянного храма, к которому также ведут тоннели от пирамиды Хуфу. В 1978 году в Лос-Анджелесе двое детей решили поиграть на заднем дворе своего дома. Ковыряясь в земле, они неожиданно обнаружили автомобиль марки Ferrari Dino 246 GTS. При помощи сотрудников местной полиции и бригады рабочих машину откопали и вытащили из ямы. В ходе проведенного расследования выяснилось, что автомобиль числится в угоне и был украден у жителя Розенду Круз 4 года назад. Многие полагают, что это была страховая афера. Похитители, вероятно, должны были разбить машину, но пожалели ее и решили спрятать в земле до лучших времен. Найденную Ferrari передали страховой компании, после чего авто было выставлено на аукцион, где машину купил какой-то механик и лично забрал ее с аукциона и уехал, не оставив адреса. И Ferrari снова бесследно исчезла. Совсем недавно житель Крымского района на своем заднем дворе нашел опасный арсенал, который, впрочем, можно сравнить с кладом древних монет. Работая на земельном участке, мужчина наткнулся на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Мужчина сумел достать из земли целых 360 штук. Большая часть это мины разного калибра. О находке сапер-самоучка сообщил правоохранителям и теперь может рассчитывать на вознаграждение. И, наконец, самое интересное произошло в 2015 году, когда житель Аргентины Хосе Антонио Ниевас отправился на прогулку к своей ферме и обнаружил загадочную находку. Фермер даже в какой-то момент подумал, что обнаружил яйцо гигантского динозавра или какой-то древний артефакт инопланетного происхождения. Когда Хосе наконец-то освободил от земляного покрова ископаемое, оно оказалось поистине невероятным. Чтобы точно определить природу необычного объекта, фермер показал находку специалистам. Изучив находку, научные сообщества сошлись во мнении, что объект не был метеоритом или яйцом динозавра. Это была защитная оболочка глиптодона, большого бронированного млекопитающего, живущего в эпоху Плейстоцена около 10 тысяч лет назад, который считается предком современного броненосца. Глиптодон мог весить до двух тонн и, вероятно, сосуществовал с людьми в течение примерно 4 тысяч лет, прежде чем этот вид вымер. Судя по следам на найденных панцирях, животные использовали свои массивные шипастые хвосты для внутривидовых поединков. Глиптодоны жили в Южной Америке миллионы лет, а когда Северная и Южная Америка соединились с перешейком, некоторые виды проникли на север, а один, как видно, даже достиг южной части современных США. На этом все. Вам спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Также не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии под видео. До скорого!